45 детей из Бердянского района Запорожской области третью неделю отдыхают в Чувашии. Целую смену они проводят в детском лагере «Бригантина». Как проходит отдых, что нравится или не нравится, и что уже успели увидеть в Чебоксарах, ребята рассказали главе Чувашии и нашей съемочной группе. Более ста мальчишек и девчонок отдыхают в лагере. Отличить детей из Чувашии от детей из Бердянска практически невозможно. Ребята вместе участвуют в конкурсах, квестах, приобретают полезные навыки. С парашютом они дают мастер-классы по первой помощи. Давайте пройдем. Возношение у тебя было лучше, поэтому держи шпак. Ребята сегодня стали участниками флэш-моба российского движения детей и молодежи «Движение первых». Я в движении! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Чтобы ребята могли общаться, знакомиться и заводить новых друзей, их распределили по разным отрядам. С детьми занимаются профессиональные педагоги, а вожатые уже стали лучшими друзьями. Поначалу хотелось очень сильно домой, а сейчас вот уже привыкли. Нам тут все нравится. Все хорошо очень. Тут природа тоже нормальная. Орбит хорошо. Вожатые очень классные. Мы созваниваемся с родителями, они расспрашивают, как у нас лучше. Мы, конечно, рассказываем про дискотеки, друзей. Олег Николаев осмотрел и новый корпус в Бригантине. Его возвели в мае. Проект быстровозводимых конструкций разработан с учетом рекомендаций МЧС и предусматривает по 52 места в каждом объекте. Это позволит увеличить за лето число отдыхающих. Здесь все сделано с учетом морской тематики и даже комнаты называются кубриками. В рамках всероссийского проекта «Классные встречи» Олег Николаев пообщался с детьми. Ребята рассказали, что они были на экскурсии в музеях Чебоксар, были на набережной, познакомились с чувашской культурой под на комплексе Ясна и музеем космонавтики селе Шоршилы. Посетили 65-ю школу и центр «Эткер». Дети поинтересовались, когда и у них в регионах будут такие же образовательные центры. Олег Николаев ответил, что в ближайшие 3-4 года все школы Бердянского района доведут до российских стандартов. Дети здесь пробыли почти три недели. Видно, они уже раскрасились, снялись вот эти все блоки, почувствовали теплоту, комфорт, приветливость и персонала, и в целом людей, которые здесь с ними общались. Ну и поэтому получился, мне кажется, очень интересный, очень хороший разговор. Совсем скоро дети отправятся домой. В течение лета в Чувашу приедут еще две группы по 48 человек. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика.